Друзья, привет из студии Александра Золотухина. Мы будем сейчас продолжать чтение, совместное чтение книжки «Начало теории множеств». Напоминаю, что любой человек, который прочтет эту книгу хотя бы наполовину, на самом деле уже супергерой. Вот так вот. И дальнейшее изучение математики по существующим стандартным учебникам для него не составит труда, если он действительно прочтет половину этой книги, там в конце вообще металл полный, ординалы. Я помню, я разбирался сам, мне было очень тяжело. Я добил ее в какой-то момент, но было очень тяжело. Но вот до половины, можно дочитать до половины, дальше браться за Зорича, за Кострикина, алгебра, за Зорича, матанализ. Ну и как бы, да, если вы хотите действительно освоить математику, то это будет тест, сможете ли вы это сделать. Но дошли мы в тот раз до бинумиальных коэффициентов, до главы 1.3. Напомню, что завершилось тем, что мы договорились, что есть такое C из N по K, который обозначает количество подмножеств в N элементом множестве. То есть, если вот здесь набросано N фишек, вот, N фишек, ну таких, как каждая из них отличима от всех остальных. И, значит, сколько способов выбрать K каких-то фишек, это как раз вот столько, столько, значит, всех подмножеств. Но до этого мы дошли в тот раз. Читаем дальше, и я комментирую. Параграф 1.3 равномочное множество. Два множества называют равномочными, если между ними можно установить взаимнооднозначное соответствие, при котором каждому элементу одного множества соответствует ровно один элемент другого. Ну, если множество конечное, здесь как бы все совершенно ясно. Были какие-то три игрушки детских, а тут там пряник, что-то еще там, пряник, булочка и шоколадная конфетка. Вот, и мы, значит, взяли и поставили соответствие. Или еще проще, было три ребенка и три конфеты. И каждый ребенок съел какую-то конкретную конфету. И этот факт того, что там каждый из трех детей съел какую-то конкретную конфету, все съели по одной, и является взаимноднозначным соответствием между множеством детей и множеством конфет. Но бывает же ситуация более сложная. Бывает, что множество бесконечное. Вот, ну вот, собственно, далее Шен с Верещегином пишут. Для конечных множество это означает, что в них одинаковое число элементов. Ну, очевидно. Но определение имеет смысл и для бесконечных множеств. Например, отрезки 0.1 и 0.2, вот сюрприз. Равномощные между собой. Кажется, что равномощность должна описывать одинаковое количество элементов. И такой первый профанский взгляд на вопрос стоит в том, что это явно неравномощные множества. Они же из разного числа элементов состоят. Так вот, это обман. Это, так сказать, оптический обман. Они на самом деле одинаковые. Вам кажется, что они разные, потому что в голове у человека присутствует автоматический такой как бы сразу пересчет на измерение длин, площадей. То есть, длины у них разные, да. Ваша голова, когда смотрит на плоскость, всегда видит не только точки их близость между собой, то есть не только метрическо-топологические, навешанные на плоскость структуры, но, значит, и структуру, связанную с расстояниями, с метрикой, с измерением расстояний и площадей, это все тоже вклеено к нам в интуицию. И поэтому наша интуиция начинает говорить, они разные, потому что они имеют разную длину. Но когда мы даем определение взаимнозначного соответствия, мы спрашиваем только об одном. Возможно ли установить между ними взаимно однозначное соответствие? То есть, каждой точке этого отрезка сопоставить какую-то точку этого, так, чтобы разным точкам соответствовали разные, и отрезки бы полностью, так сказать, были таким образом исчерпаны. Ну и очевидно, что здесь просто соответствие будет выглядеть так. x переходит в 2x. То есть, 0 в 0, 1, 2 в 1, ну тут 1 четверть у меня нарисована, да? Значит, 1, 2 в 1, 1 в 2, 1 в 2, там 3 четверти сюда, в 3 вторых. Ну и, как бы, совершенно ясно, что тут никаких склеиваний не происходит. Если 2x равно 2x штрих, то x равно x штрих. Поэтому разные точки действительно перешли в разные. Ну вот, как бы, если есть проблемы уже здесь, да, то надо сделать большой стоп и долго смотреть на этот пример. Отрезки 0, 1 и 0, 2 с точки зрения теории множеств абсолютно одинаковые. Продолжим. Ну, дальше предлагается эту идею довести до утверждения, что любые два интервала А, В и Ц, Д на прямой равномочны. А также, что любые две окружности на плоскости равномочны. Также и любые два круга на плоскости равномочны. Ну, это все, так сказать, на той же идее зиждется, что если мы умеем отрезки разного размера друг к другу переводить, отрезки или интервалы. Кстати, отдельно интересный вопрос, что отрезок равномочен своему же интервалу. Это немножко более тонкая конструкция. Это тоже можно доказать, но это, видимо, дальше будет. А вот, значит, если мы умеем любые два отрезка разных длины вот так друг на другом подстроить, то потом, конечно, отрезки одинаковой длины, они все просто переводятся друг к другу движением, и это и есть взаимоднозначное соответствие. Ну, и с кругами то же самое. То есть, один круг мы переведем в другой концентрический с ним круг, просто растяжением в соответствующий количество раз, в данном случае вдвое. Вот. Ну, а потом любые два совместим движением. Ну, это я решил, получается, задачи 26 и 27. А, вот, 28. Докажите, что полуинтервал 0,1 равномочен полуинтервалу… А, нет, ну тут очевидно. Нет, 28 очевидно. Не очевидно, почему отрезок равномочен интервалу или полуинтервалу. Ну, пожалуй, это я чуть позже скажу. Давайте пока дальше читать. Возможно, что Верещагин и Шейн до этого сами дойдут. Итак, продолжаем. Несколько более сложна такая задача. Доказать, что интервал 0,1 и луч 0 бесконечность равномочны. Это делается так. Сейчас я… Значит, а, вот здесь еще есть явное место у нас. Значит, итак, 0,1 и 0 плюс бесконечность. Вот, то есть, кажется, уж совсем какое-то безумие, да, просто пошло, что конечный длинный интервал равномочен с интервалом бесконечной длины. Вот. Ну, собственно, достаточно, конечно, произвести взаимодозначенное соответствие какого-нибудь конечного с каким-то бесконечным, а дальше уже разные конечные друг с другом мы совместим. Ну, вот утверждается, что отображение X 1 на X, разумеется, оно взаимнооднозначное. Ну, и посмотрим, что во что оно переводит. Если X стремится к 0, то 1 на X стремится к бесконечности. То есть, тут получается, да, если X стремится к 1, то 1 на X тоже стремится к 1. То есть, получается взаимнооднозначное соответствие накрест. Единица переходит в единицу. И дальше вот так постепенно, постепенно, постепенно. Ну, и чем ближе к 0, тем ближе здесь, тем неограниченно растет это число. Ну, и опять же, ясно, что 1 на X это взаимнооднозначная функция вот в этих диапазонах, в этом промежутке от 0 до 1. И переводит, соответственно, этот промежуток, переворачивая его в 1 плюс бесконечность. Ну, а потом можно сдвинуть там 1 плюс бесконечность налево. Получится 0 плюс бесконечность. Просто с отображением Y в Y минус 1 переходит. Ну, то есть, даже обычные такие вот непрерывные взаимоднозначные соответствия устанавливают равенство с точки зрения теории множеств интервала и полуинтервала луча. Точнее, интервала и луча. Так, ну да, дальше здесь объясняется, что X в 1 на X является взаимнооднозначным соответствием между 0, 1 и 1 плюс бесконечность. А X в X минус 1 взаимнооднозначным соответствием между 1 бесконечность и 0 бесконечность. Ну, и, соответственно, композиция X переходит в 1X в минус 1. Является искомым взаимнооднозначным соответствием между 0, 1 и 0 плюс бесконечность. Так, пока все понятно. Можно стереть, наверное. Фотографируйте, если хотите. Я стираю. И будем читать дальше. Будем читать дальше. Вообще, как говорят, отношение равномощности является отношением эквивалентности, пишет Верещагин с Шенем. Это означает, что оно рефлексивно. Каждое множество равномощно самому себе. Симметрично. Если А равномощно Б, то и Б равномощно А. И транзитивно. Если А равномощно Б и Б равномощно С, то А равномощно С. Ну, вышеупомянутые свойства очевидны, потому что просто вопрос в построении взаимнозначного соответствия. Если между А и Б есть взаимнозначное соответствие, то обратное отображение является взаимнозначным соответствием между Б и А. Ну и композиция двух взаимнозначных соответствий будет устанавливать соответствие между A и C, если есть между A и B и B, и между B и C. Вот. Свойством транзитивности мы только что воспользовались, взяв луч 1 плюс бесконечный в качестве промежуточного множества. Так, еще несколько примеров. Множество бесконечных последовательностей нулей и единиц равномочно множеству всех подмножеств натурального ряда. Вот. Значит, то есть если я взял там каким-то произвольным совершенно образом нанес нули и единицы, то я могу поставить в соответствии к такой бесконечной последовательности некоторое подможество натурального ряда. Да, ну посчитаем, что пишет Шень и прокомментируем. В самом деле сопоставим с каждой последовательностью множества, с каждой последовательностью множества номеров тех мест, на которых стоят единицы. 3, 5, 8, 9, 10, 13 в данном случае. Например, последовательность последовательности из одних нулей соответствует постовому множеству. Из одних единиц натуральному ряду. А последовательность 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 и так далее множество четных чисел. Ну да, действительно, если видите, как я сделаю номера, смотрю номера. Ну я с первого, значит, а, надо, вот в нашем соглашении вот это нулевое, натуральные числа начинаются с нуля, поэтому на самом деле в нашем соглашении это 2, 4, 7, 8, 9, 12. Вот, потому что вот это номер 0, это номер 1 место, это номер 2 и так далее, да, то есть мы же начинаем все считать с нулей. Вот, следующее замечание. Множество бесконечных последовательностей цифр 0, 1, 2, 3. Равномочное множество бесконечных последовательностей цифр 0, 1. То же кажется уже, вот это кажется совсем каким-то странным проявлением, да. То есть если есть какая-то последовательность, то можно сопоставить ей бесконечную последовательность из нуля и единицы, и это будет взаимоднозначное соответствие. В самом деле, пишет Шейн с Верещагином, можно закодировать цифры 0, 1, 2, 3 группами 0, 0, 0, 1, 1, 0 и 1, 1. То есть 0 это 0, 0, 1 это 0, 1, да, 2 это 1, 0 и 3 это 1, 1. Ну и тогда мы ставим соответствие здесь 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 и так далее. Ну и обратная раскодировка, она понятна. Мы просто разбиваем на пары, вот, и значит в каждой паре однозначно читаем это как одну из цифр 0, 1, 2 или 3. То есть это действительно взаимоднозначное соответствие. Обратное преобразование разбивает последовательность 0 и единиц на пары, после чего каждая пара заменяется на цифру от 0 до 3. Так, дальше, о, моей, значит, ручкой вписано детским почерком какие-то комментарии, которые я тут оставлял. Так, множество бесконечных последовательностей цифр 0, 1, 2 равномочно множеству бесконечных последовательностей цифр 0, 1. Ну действительно, для 0, 1, 2, 3 мы здесь специальный код устроили, а 0, 1, 2, как кажется, что прям так сходу не разберешься, потому что если поставить ему вот такой код в соответствии, то обратное преобразование, то есть мы, каждой такой последовательностью будет соответствовать некоторой бесконечной последовательности 0 и единиц, но обратно будет неверно, потому что иногда будет подряд 2 единицы идти, и они ничего не означают в этом коде. То есть если мы ограничимся вот этим. Так что тут явно нужен какой-то прием, либо нужно ссылаться на будущую теорему Кантера Бернштейна. в которой будет ясно, потому что такие последовательности, получается, вкладываются в множество нулей и единиц. А множество нулей и единиц некоторым другим способом, конечно, вкладывается во все такие последовательности, просто состоит из всех таких, в которых нет двоек. И если А вкладывается в Б, то есть есть инъекция множества А, множество Б, отображение внутрь, значит, такое, что разные точки переходят в разные, но не обязательно покрывающие все множество Б. И есть обратная инъекция из Б в А какая-то, то из этих двух инъекций можно построить на самом деле биекцию. И это такой великий факт, который когда-то установили Кантер с Бернштейном. Из него можно все такие утверждения делать уже. Но, видимо, Шень и Верещагин хотят поберечь рассудок людей. Ну да, действительно, вот я сейчас открываю страницу 22, и там идет теорема Кантера Бернштейна. Но она сильно позже. Это пока страница 14, и мы дочитываем параграф 1.3. Итак, читаем. Можно было бы попытаться рассуждать так, пишет Шень. Это множество заключено между двумя множествами одной и той же мощности, и потому равномочна каждому из них. Блин, я только что это проговорил. Прикол. Я это проговорил вслух. Ну, правильно, значит, мозг математиков работает совершенно одинаково у всех. И этот ход мыслей правилен, так как показывает теорема Кантера Бернштейна из раздела 1.5. Честное слово, я не подглядывал. Но здесь можно обойтись и без этой теоремы. Если закодировать цифры 0, 1 и 2 последовательностями 0, 1, 0 и 1, 1. О как! То есть 0 становится 0, это становится 1, 0, а это становится 1, 1. Интересно, а как же тогда раскодировать, да? Очень интересно. Легко сообразить, пишет Шень и Верещагин, что всякая последовательность 0 и 1 однозначно разбивается на такие блоки слева направо. Такой способ кодирования называют префиксным кодом. А, дальше моей рукой написано, а можно так же придумать с 0, 1, 2, 3, 4 и вообще какие последствия можно разбить вот так в лоб. То есть если я беру и пишу какую-то последовательность 0 и 1, произвольную, абсолютно, то я якобы могу ее однозначно разбить на такие. Ну действительно, да. Начинается с 0, значит это был 0. Начинается с 1, значит это одно из этих двух, тогда я уже отсчитываю 2. Да, правда. Потом тоже начинается с 1, значит отсчитываю 2. Начинается с 0, значит это 1, 0. Ну да, видно, что все действительно раскодируется. Вполне взаимно однозначно. Ну и наконец последнее замечание из этого параграфа. Пример с последовательностями нулей и единиц можно обобщить. Множество под множеств любого множества u. Оно обычно обозначается p от u и по-английски называется power set. Равномочное множество всех функций, которые ставят соответствие каждому элементу x из u, одно из чисел 0 и 1. Множество таких функций обычно обозначает 2 в степени x. В самом деле каждому под множеству x из u соответствует его характеристическая функция. Напоминаем из прошлых занятий, что характеристическая функция множества, да. То есть у меня есть объемлющее множество u, грандиозное. И в нем какое-то под множество. Так вот, вот это вот под множество задает функцию хи x из u в 1 и 0. Вот такое, что хи x от элемента u маленькая равно единице, если и только. Если u маленькая принадлежит вот этому вот x. То есть характеристическая функция равна единице на элементах под множество x и равна 0 на элементах под множество u минус x. А вот, ну и теперь, соответственно, любое под множество, это его характеристическая функция и все. И любая характеристическая функция, которая принимает на u значение только 0 и 1, задает под множество. С этим просто надо свыкнуться. Это как бы такая очевидная вещь, к которой надо привыкнуть. Поэтому множество всех под множеств, это множество всех функций, которые принимают только два значения 1 и 0. Вот, дальше Шейн с Ферешегином пишет. Мы продолжим этот список, но сначала полезно доказать несколько простых фактов о счетных множествах. То есть о множествах равномощных множеству натуральных чисел. И на этом параграф 1.3 заканчивается.